Всегда большая честь и удовольствие приезжать к вам. Вам спасибо, что пригласили. Так сформулирована тема моего выступления, что мне было сложно вообще решить, о чем говорить. Тем не менее, я вот в продолжение уже многих вопросов, которые были освещены, хочу сказать, что, конечно же, гермоногенные опухоли – это не колоректальный рак. Тем не менее, если мы посмотрим на основную причину смерти от злокачественных новообразований у мужчин молодого возраста, то это основная причина смерти мужчин в возрасте от 15 до 44 лет. Светлана Анатольевна уже говорила, что то, что эта опухоль потенциально излечиваема, то, что у этих мужчин еще предстоит вся жизнь, и они могут быть и работоспособны, и у них восстанавливается фертильность, если не восстанавливается, то криоконсервация помогает деторождению, то цена ошибки неправильного лечения очень высока у этих молодых мужчин. Поэтому, несмотря на отсутствие новых лекарственных подходов, которые действительно, к сожалению, пока отсутствуют, мы должны очень скрупулезно подходить к стандартам лечения и не делать этих ошибок. Вопросы, которые я очень быстро коснусь, включают возможность органа сохранного лечения, был задан как раз вопрос по этому поводу, хирургический доступ, как для выполнения орфуникулоктомии, показания к забрюшенной лимфоденоктомии и ошибки рестадирования после проведения после химиотерапии, объемы и границы лимфоденоктомии, показания к неразберегающим забрюшенным лимфоденоктомиям и спасительной забрюшенной лимфоденоктомии. Органосохранная операция показана только в том случае, если диагноз предполагает наличие доброкачественной опухоли. Это мы должны все прекрасно понимать, потому что я уже не первый раз слышу. Можно ли больному с грамминогенной опухолью выполнять органосохранное лечение при втором здоровом яичке? Нельзя! Нельзя! Стандартом является орфуникулоктомия. Почему? Потому что мы знаем, что 85% мужчин, если мы выполним органосохранное лечение, это будет грамминогенная опухоль, у них будет рецидив, и дай бог, если это будет местный рецидив, а не уже распространенное заболевание, потому что в 85% случаев в окружающем паренхимии присутствует карцинома инситу, которая является причиной рецидивов. Поэтому если мы предполагаем наличие доброкачественного поражения, не герминогенной опухоли, а сейчас специалисты по ультразвуку часто нам дают правильный диагноз, это может быть лидигома, это может быть какая-нибудь киста доброкачественная и так далее, тогда выполняется срочное гистологическое исследование, и в случае наличия герминогенной опухоли больному обязательно выполняется орхуникулоктомия. Цель органосохранного лечения при двустороннем поражении – это сохранение гормональной функции, это не сохранение фертильности, почему? Потому что если это двустороннее поражение, с одной стороны мы выполнили орхуникулоктомию, с другой стороны мы выполнили органосохранное лечение, мы обязательно должны провести пациенту адювантную лучевую терапию в дозе 20 грей на оставшееся яичко. Эта доза убивает весь сперматогенный эпителий, клетки леди, гормонопродуцирующие, более резистентны к лучевому воздействию, и поэтому гормональная функция может частично сохраниться. Но сперматогенный эпителий погибает, мы должны это понимать. И опять же это имеет смысл, только если эта опухоль небольших размеров не занимает больше 30% объема яичка, и если у пациента на момент, когда у него осталась эта единственная яичка, имеется нормальный уровень половых гормонов, если он низкий уже, то большого смысла выполнения органосохранного лечения нет. Органосохранное лечение выполняется, идут дискуссии, можно ли использовать маршуночный доступ, или обязательно использовать высокий паховый доступ, как при орхуникулоктомии, нужно ли обязательно накладывать зажим на семенной канатик перед выполнением. Есть работы, которые говорят, что обязательно, есть работы, которые говорят, что можно это не накладывать. Тем не менее, основа – это выполнение срочного гистологического исследования и удаление яичка, если это герминогенная опухоль. У отдельных мужчин, которые категорически не хотят выполнять орхуникулоктомию, хотят завести детей, возможно выполнение отсроченной орхуникулоктомии после резекции яичка. При условии полной информированности пациента, мы знаем, что далеко не у всех этих мужчин имеется адекватная концентрация сперматозоисов, качество спермы для оплодотворения яйцеклетки, тем не менее, участие больных – это возможно, и возможно выполнение отсроченной орхуникулоктомии, тем не менее, она должна быть выполнена или проведена демантная лучевая терапия. Это что касается органосохранного лечения. Орхуникулоктомия выполняется из высокого пахового доступа. Это важно, почему? Потому что лимфоотток от яичка идет по сосудам, которые идут в составе семенного канатика. Если мы удаляем яичко через мошонку, мы оставляем семенной канатик, где часто возникают рецидивы, если он оставлен, по ходу этих лимфатических сосудов, но это все хорошо знают. Важность правильного стадирования после орхуникулоктомии. Все докладчики об этом говорили. ПЭТКТ не должна применяться для первичной диагностики как семеномы, так и несеменомной опухоли. И стандартная компьютерная томография с контрастированием является на сегодняшний день стандартным обследованием. Еще один важный момент. У пациента отрицательные маркеры, незначительно увеличенные лимфатические узлы. Надо всегда помнить, что эти лимфатические узлы могут быть не метастатическими. И не нужно сразу назначать пациенту химиотерапию. Важно действительно расценить причину увеличения этих лимфатических узлов и повторить обследование через 3-4 недели при отсутствии динамики. Скорее всего, это не пораженные лимфатические узлы. Кроме того, возможно лапароскопическое удаление биопсии лимфатических узлов с целью подтверждения или наоборот подтверждения того, что там нет метастазов. Это спасает больных от ненужной химиотерапии. Светлана Анатольевна тоже уже сказала, что уровень маркеров для определения категории С нужно определять после орфоуникулоктомии, как для стадирования, так и прогноза заболевания. Необходимость выполнения заброшенной лимфатеноктомии. Почему она так важна? Мы знаем, что действительно после проведения системной химиотерапии у больных с метастатическим раком яичка от 20 до 50% случаев остаются резидуальные опухоли. И, к сожалению, до 20% в них можно найти живые клетки герминогенной опухоли, которые неизбежно приводят к рецидиву заболеваний и опухолевой прогрессии. Кроме того, 30% от 30 до 40% пациентов гистологической находкой является зрелая тератома, которая по биологическим особенностям является опухолью не злокачественной. Тем не менее, она обладает непредсказуемым течением с возможным ростом и инвазией окружающих тканей, органов и злокачественной трансформацией, которая наблюдается в 3-6% случаев. Также тератома является причиной поздних рецидивов, поэтому даже если это тератома, ее нужно удалять полностью обязательно. Методы лучевой диагностики после проведения химиотерапии. Опять же, ПЭТ-КТ не информативен у больных несеменомными опухолями. И только у больных с семеномой проведение ПЭТ-КТ с глюкозой может повлиять на дальнейшую тактику лечения. Одной из ошибок является отказ от хирургического лечения при негативном ПЭТ, при несеменомных керминогенных опухолях, потому что, как я уже сказал, любая остаточная опухоль является показанием к ее удалению у пациентов несеменомными герминогенными опухолями. И тератома, зрелая тератома, она всегда ПЭТ-негативная, и ПЭТ в данном случае нам не помощник. Даже у пациентов с опухолями размерами менее 1 см, в 20 случаев мы можем найти тератому, и в 8 случаев живую опухоль. Идут дискуссии, стоит ли удалять опухоли размером остаточной менее 1 см, или можно за ними наблюдать. Но мы должны помнить, что даже при полном рентгенологическом ответе частота рецидивов составляет от 3 до 5%. При полном рентгенологическом ответе, когда не определяются вообще никакие увеличенные лимфатические узлы. Поэтому американский подход, он более агрессивный. Американцы даже при нормальной рентгенологической картине во многих клиниках считают оправданным выполнение заброшенной лимфоденоктомии. В Европе считается, что менее 1 см можно оставлять и наблюдать. Когда нужно выполнять заброшенную лимфоденоктомию, нужно выполнять вовремя. Нельзя откладывать это на потом. После того, как у пациента восстанавливаются гематологические показатели, в течение 2-6 недель после окончания системной химиотерапии необходимо выполнять заброшенную лимфоденоктомию или результаты лечения больных существенно ухудшаются. Еще одна ошибка. Это отказ от хирургического лечения после первой линии химиотерапии, если у нас опухоль не уменьшилась в размерах. Это отсутствие уменьшения опухоли в размерах не является критерием отсутствия ответа. Часто этим больным назначается вторая, третья линия химиотерапии. Как Светлана Анатольевна сказала, они приходят уже практически с нулевой функции почек, с нефротоксичностью, с кардиотоксичностью к нам на лечение, когда уже состояние их совершенно другое и последствия этой химиотерапии ненужны. Они непременно скажутся в их дальнейшей жизни, даже если мы их на данный момент вылечим. Мы должны помнить, что тератома может не уменьшаться в размерах практически, и это не является критерием неэффективности проводимой системной химиотерапии. ПЭТ имеет значение у больных с семеномой, так как мы знаем, что остаточные опухоли размерами менее 3 см, как правило, не содержат живых опухолевых клеток. И пациенты, у которых ПЭТ, выполненный через 4-6 недель после завершения химиотерапии, является негативным, и размер опухоли менее 3 см, эти пациенты с семеномными опухолями не подлежат забрюшиной лимфоденоктомии. То есть только пациенты с опухолями более 3 см и позитивным ПЭТ могут рассматриваться как кандидаты для удаления остаточных опухолевых масс при семеномных опухолях. Иногда это бывает невозможно, тогда пациентам показано выполнение, по крайней мере, биопсии. Границы лимфоденоктомии стандартом является двусторонняя полная лимфоденоктомия, латеральными границами являются мочеточники, верхние границы почечные сосуды и нижние границы бифуркация общих подвздошных артерий. К сожалению, такой объем лимфодисекции приводит к потере антиградной экуляции и, естественно, после этого развивается у пациентов инфертильность, связанная с повреждением симпатических нервов. Основной локализацией постганклионарных окончаний, которые формируют гипогастральные сплетения и ответственны за функцию экуляторного аппарата семенных пузырьков и семевносящих протоков, является вот эта зона, которая в красном квадратике, которая расположена от уровня нижней брюжеечной артерии и чуть ниже бифуркации аорты. Поэтому вот эта зона является ключевой для сохранения антиградной экуляции. Для предотвращения этих нежелательных моментов забрюшенной лимфоденектомии были предложены различные модификации двусторонней забрюшенной лимфоденектомии, такие как удаление ипсилатеральных лимфоузлов от ворот почки до бифуркации подвздошных артерий и аортоковальные узлы для правого яичка. Было предложено избегать диссекции в области контрлатерального сосудистого нервного пучка и не выполнять контрлатеральную диссекцию ниже нижней брюжеечной артерии. Тем не менее, надо понимать, что выполняя модифицированную забрюшенную лимфоденектомию, мы всегда имеем риск оставить опухоль за границами выполненной лимфодисекции, так как известно, что частота контрлатерального распространения не такая маленькая, 8% у больных с большой остаточной опухолью. Все это может приводить к более высокой частоте рецидивов, к необходимости проведения дополнительного лечения, соответственно, увлечению токсичности и ухудшению выживаемости. Тем не менее, потенциальные преимущества, которые мы можем получить от выполнения модифицированной лимфоденектомии, они перевешивают те возможные риски, которые присутствуют, так как, во-первых, уменьшается длительность операции, уменьшается частота хирургических осложнений, уменьшается потеря электролитов и необходимость переливания кровезаменителей в послеоперационном периоде, и самое главное, сохраняется эмиссия и экуляция без применения нервосберегающих методик, которые после химиотерапии, в отличие от операций, которые проводятся до химиотерапии, не всегда технически выполнимы и часто не показаны по онкологическим соображениям. Как избежать рецидивов при выполнении модифицированной лимфоденектомии? Различные были предложены варианты выполнять срочное гистологическое исследование, но, к сожалению, соответствие результатов срочного гистологического исследования с материалами планового исследования не 100%, от 86% до 89% совпадения. Рецидивы до 2 см, как правило, не содержат живой резидуальной опухоли, это второй фактор. И третий – это выполнение модифицированных методик у пациентов с опухолью левого яичка. Почему левого? Потому что если мы посмотрим на лимфоток от правого яичка, то на уровне как раз почечных сосудов идет переход справа налево, поэтому если у пациента опухоль левого яичка, то мы можем смело выполнять модифицированную забрюшинную лимфодиссекцию, оставляя правый симпатический ствол для сохранения антиградной векуляции. Но только у пациентов со стадии 2А и 2Б и две группы, немецкая группа по изучению герминогенных опухолей и группа из Индиана в двух довольно крупных исследованиях показала, что это безопасно при соблюдении тех принципов, о которых я только что вам рассказал. Наш небольшой опыт, к сожалению, до 2012 года у нас просто не было возможности проанализировать его дальше. Вы видите, что результаты как двусторонней, так и модифицированной лимфодиноктомии близки, тем не менее в группе модифицированной лимфодиноктомии частота рецидивов все-таки выше, хотя различий достоверных пятилетней выживаемости нет. И на сегодняшний день стандартная двусторонняя забрюшинная лимфодиноктомия является методом выбора при больших забрюшенных резидуальных опухолях или не от соответствия локализации резидуальной опухоли строению первичной опухоли и ее локализации, а также при размерах остаточной опухоли менее 5 см пациентам возможно выполнение модифицированной забрюшенной лимфодиноктомии с получением сравнимых онкологических результатов с меньшим числом осложнений и сохранением фертильности. Крайне важным является полное удаление остаточной опухоли. И мы знаем, что радикальность резекции является независимым фактором прогноза выживаемости. Важно удалять полностью опухоль, потому что при возникновении рецидивов общая выживаемость уменьшается приблизительно на 30%, если у нас возникает рецидив в зоне выполненной ранее лимфодиноктомии. Мы должны это помнить, поэтому первичная операция технически всегда проще, у нас больше возможностей сделать ее радикальной, и никакие факторы, включая вовлечение сосудистых структур окружающих органов, не являются противопоказанием для выполнения забрюшенной лимфодиноктомии. Выполнение резекции смежных органов требуется, по нашим данным, приблизительно в 7-8% случаев. Возможно выполнение резекции практически всех структур. Я за неимением времени не буду на этом останавливаться. Сосудистые пластики вообще не являются противопоказанием, в том числе и наличие тромбоза нижней полой вены. Нижней полой вены ее можно либо просто резерцировать, либо поставить протез, либо сосудистую заплатку. Я показываю вам свои операции. Кроме нашего урологического отделения, эти операции выполняют и абдоминальные хирурги, в том числе и крайне важно, чтобы бригада хирургов обладала техникой, сосудистого шва, сосудистой хирургии. Потому что в этом случае у пациента потребовалось протезирование супраренальной нижней полой вены. Это нижняя полой вена, протез выше почечных сосудов. Протезирование, вы видите, вшит протез правой почечной артерии, поскольку опухоль локализовалась довольно коварно. Расположение опухоли в аортоковальном промежутке часто приводит к повреждению правой почечной артерии. Здесь протезирована правая почечная артерия, нижняя полая вена выше почечных сосудов и правая почечная вена вшита в протез. Протезирование вены левой не всегда нужно, тем не менее, в некоторых случаях мы это выполняем. Конечно, нужно стремиться, вне зависимости от размера остаточной опухолевой массы, выполнять операции без протезирования, без резекции сосудов и окружающих органов, если это возможно, так как не всегда объем опухоли коррелирует с возможностью выполнения радикальной операции. Видите, в данном случае ничего не потребовалось, а в данном случае потребовалось протезирование подвздошной артерии, подвздошной вены и заплатка подвздошной артерии. Протезирование аорты выполняется как для радикальности, но я хочу сказать по своему опыту, что чаще всего протезирование аорты требуется именно как экстренное вмешательство из-за того, что в руках аорта распадается, и хирурги, которые часто выполняют заброшенные лимфозанкотомии, при планировании операции всегда стараются выйти сначала на аорту выше опухоли для экстренного пережатия аорты, потому что протезирование может понадобиться в экстренной ситуации, что значительно сложнее и требует слаженной работы всей хирургической бригады. Иногда приходится выполнять протезирование бифуркации, иногда аорты ниже почечных артерий. К счастью, как правило, это аорта ниже почечных артерий, и это значительно облегчает сосудистый этап операции. Если мы идем на операцию больных со статичной семеномой, то это заведомо операция сложена, заведомо, возможно, потребуется сосудистая пластика, и к этому тоже нужно быть готовыми. Надо сказать, что по частоте осложнений выполнение протезирования не увеличивает частоту осложнений, это и данные нашей клиники, и других клиник, поэтому к этому можно смело прибегать при выполнении заброшенной лимфоденоктомии. Факторы, которые указывают на необходимость реконструкции сосудов, включают плохую группу прогноза, положительное наличие положительных маркеров на момент выполнения заброшенной лимфоденоктомии и большой размер опухолевых узлов. Я пропущу часть слайдов, я уже выбился из графика. Классификация Индиана, очень важная классификация заброшенной лимфоденоктомии, которая выделяет стандартную заброшенной лимфоденоктомию после химиотерапии, индукционной химиотерапии и осложненную лимфоденоктомию, которая включает в себя выполнение этой операции после более чем одной линии химиотерапии, при выполнении заброшенной лимфоденоктомии при возникновении рецидивов, после выполнения уже первичной заброшенной лимфоденоктомии у пациентов с поздними рецидивами и пациентов с положительными маркерами. Все эти варианты имеют высокую вероятность необходимости резекции прилежащих органов и сосудов. Это наше данное выполнение… Нет, извините, это очень плохо видно здесь у меня на мониторе. Мы видим, что несмотря на то, что у пациентов с опухолевыми маркерами, конечно, с остающимися повышенными опухолевыми маркерами после индукционной химиотерапии результаты лечения существенно хуже, тем не менее при выполнении забрюшенной лимфоденоктомии тератома встречается у каждого третьего больного и некроз приблизительно у 10-12% больных, и как раз это та категория больных, которая выиграет от выполнения забрюшенной лимфоденоктомии. Очень частая ошибка – это неправильная трактовка динамики опухолевых маркеров у пациентов с изначально высоким хроническим гонандотропином. Если он был выше, чем 50 тысяч, плохо видно, наверное, но вот это вот первое быстрое падение с 50 тысяч до тысячи, оно происходит очень быстро, согласно периоду полураспада хронического гонандотропина. А вот этот вот хвост, он может очень долго сохраняться, и пациенты с изначально очень высокими показателями хронического гонандотропина, они могут иметь вот это незначительное повышение и очень медленную динамику. Несмотря на это, их нужно оперировать, это опять же наш опыт только до 2008 года, поздние случаи нам еще не были проанализированы. Тем не менее, мы видим, что у третьих больных с повышенными маркерами на момент выполнения забрюшенной лимфоденоктомии в удаленной опухоли был найден некроз, в 37% случаев второтома, и только у третьих больных была найдена живая опухоль, и пятилетняя общая выживаемость этих больных составила 41%, что, в общем-то, для этой категории больных не так плохо. Я пропущу, наверное, все эти случаи с большими опухолями. Скажу лишь, что не является врастание опухоли ни в какие окружающие структуры противопоказанием для выполнения забрюшенной лимфоденоктомии. Разработаны методики выполнения в любых условиях, нерезиктабельных остаточных опухолей на сегодняшний день не бывает. Другой вопрос, что иногда нет необходимости выполнять, например, при множественных метастазах в печень удалять все метастазы нет смысла, потому что все удалить метастазы из печени невозможно, и, наверное, множественное поражение метастатической печени является одним из противопоказаний к попытке удаления всех проявлений заболевания, поэтому при множественном поражении печени эти метастазы полностью не удаляются. Для удаления метастазов из средостения, если раньше мы прибегали обязательно к торокотомии, на сегодняшний день разработаны трансдиафрагмальные доступы к метастазам средостения, вплоть до уровня дуги аорты, что значительно уменьшает травматичность операции и способствует быстрому восстановлению пациентов после хирургического лечения. Что касается опухолевых тромбов, последнее, о чем я скажу, в нижней половине, вот случай больной тоже с массивным опухолевым тромбом, который доходил до предсердия, в отличие от опухолевых тромбов в нижней половине, которые встречаются у больных раком почки. Удаление тромбов после химиотерапии у больных германогенными опухолями совершенно другая история. Тромбы всегда фиксированы к стенке сосуда, их очень сложно выделять. И очень часто у этих больных уже развито коллатеральное кровообращение до такой степени, что мы можем смело перевязывать как правую, так и левую почечную вену и вообще удалять всю нижнюю полувену, так как коллатеральный кровоток у этих больных развит. Но если мы можем ее сохранить, конечно, мы должны ее сохранять, как вот было на этом слайде. Спасибо. Спасибо большое. Все, Борис, пожалуйста, какие есть вопросы? Пожалуйста. Знаете, важна не цифра, важна, во-первых, динамика. Если у нас идет рост маркеров, это противопоказание. Если у нас плата или идет снижение маркеров, это показание к выполнению забрюшенной лимфоденктомии. При отсутствии нормализации мы идем все равно на забрюшную. Продолжение следует...